Кукольники Белек – первый цветной теневой спектакль в Туве. Техника представления, напоминающая анимационный фильм, близка и детям, и взрослым. В легкой увлекательной форме в нем повествуется о вкладе тувинского народа в победу Советской Армии над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. В ходе постановки зрителям представлено много интересных фишек. На брифинге, который состоялся в Малом театре Тататет, артисты признались, что игра с тенью и стала главным козырем перед другими участниками фестиваля. Когда дает свет, контролирует, дает цветной тень. Это простота. Польский критик Марек после спектакля специально подходит, смотрел, трогал петку. Очень просто говорит, и в то же время... Чудесный рассказ «Война глазами маленького мальчика» Мальчика с тот же. Отец ушел добровольцем на фронт и пишет письма. Конечно, мальчик не может знать, кто такие фашисты, и видит их в образе разных понятных чудовищ. Змеи в касках с крестами, пауки. Сегодня спектакль был представлен маленьким зрителям. Спектакль идет 30 минут без антракта, но дети за время просмотра нисколько не устали. Четырехклассница Татьяна Мамонтова поделилась, что ей особенно понравилось музыкальное сопровождение спектакля. Мне понравилась музыка. Вначале была такая спокойная музыка, а когда резко начал барабаны, стало немножко даже не по себе. А юный зритель Хирилл Андар провел параллель между главным персонажем, мальчиком Адыгжи и собой. Говорит, что у первого есть много качеств, которые он хотел бы видеть в себе в будущем. Он обладает качествами героя, храбростью и героизмом. Еще он любит своего папу и маму, и оленя. Автор пьесы, режиссер-постановщик Айдес Чедамба показал нашей съемочной группе «Святую святых» малого театра, мастерскую, где из эскизов притворяют в жизнь героев будущих постановок. На самом деле мы сейчас находимся в центре сердца театра кукол, потому что здесь у нас изготавливается все самое главное. Здесь у нас шьются костюмы, здесь у нас изготавливаются куклы. Осторожней. Сейчас мы пройдем в пошивочный цех. Раскрою небольшой секрет. У нас идет новая постановка, мы его готовим выпустить. Называется она «Дочь лесного царя». Это платье одного из персонажей. Все делаем сами, вручную. У нас свои специалисты здесь, которые изготавливают куклы, шьют, режут, вяжут. Все, что связано на самом деле с производственной части театра. Потому что театр, в принципе, как таково, это не только артисты. Или свет, или звук. Это огромный цех по выпуску спектакля. На самом деле можно театр характеризовать вот таким вот образом. В маленьком помещении царит творческий беспорядок. Здесь трудятся три мастера. Как говорит Айдыс Чедамба, часто художников и мастеров не хватает. Вот и приходится Ариадне Тенгатол, художнику-бутафорщику кукольного театра, работать иногда и в выходные. Как признается девушка, она нисколько не жалеет об этом. Ведь результат того стоит. Правда, я не думала, что такое может произойти. Но в руках умелых людей видно, что они оживают. Если так вспомнить, с детства, как дети играют с куклами, в воображениях детей они оживают, а в руках актеров. И тех же детей, которые на них смотрят. Все становятся живыми. Сегодня в мастерской работа кипит. Ведь очередной театральный сезон уже скоро. Откроется он спектаклем «Дочь лесного царя». Между тем, артисты кукольного театра делают наметки уже на 4-й международный фестиваль театров кукол, который пройдет в городе Санкт-Петербург в 2019 году. Одним из вариантов работ, которые они представят перед жюри, это спектакль «Перу черного грифа» по мотивам повести Кужугета Шойгу.